МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Крае секретарь президента заявил, в первую очередь Путин будет обсуждать с губернатором социально-экономическое развитие региона. Но когда, так и непонятно. В Крае продолжается череда задержаний высокопоставленных чиновников. Уголовное дело завели на главу Боготольского района Владимира Дубовикова. И проект, который оголил весенние проблемы города и красноярцев из нашего окна. Новая подборка фото и видео. Завтра днем в Красноярске будет самая настоящая весна. Синоптики обещают 15 градусов тепла. Но погоду может испортить небольшой дождь и сильный ветер. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. И, к сожалению, тепло в городе надолго не задержится. Уже ночью с 16 на 17 апреля похолодает до минус 2 и пойдет ливень. Днем в субботу синоптики обещают плюс 2 и облачно. Временами возможен дождь. Прохладным будет и воскресенье. Днем в Красноярске плюс 6. Зато не будет ветра. Под уголовное дело о крупном мошенничестве попал действующий глава Боготольского района Владимир Дубовиков. Сегодня его задержали силовики. Причиной стали махинации субсидий на оборудование для содержания кур. Дело в том, что Дубовиков ранее был генеральным директором Боготольской птицефабрики. Следователи полагают, что в 2017 году руководитель предприятия купил клетки для кур на 2 миллиона рублей. А через два года решил обогатиться за счет бюджета и подал заявление на компенсацию половины потраченных денег. В документах Дубовиков написал, что затратил не 2 миллиона, а 9. Конкурсная комиссия перечислила на счет птицефабрики 4,5 миллиона. Деньги Дубовиков забрал себе. Следователи накануне провели обыски на рабочем месте и по месту жительства подозреваемого. В ближайшие дни ему изберут меру пресечения. Следователи настаивают на домашнем аресте и отстранении Дубовикова от должности. Но я отмечу, что это не первое подобное уголовное дело в последнее время. Ранее задержали советника УСА Василия Моргуна, бизнесмена Константина Егорова и экс-главу Балахтинского района Николая Юртаева. Но в Крымле сегодня прокомментировали встречу Владимира Путина и губернатора края Александра УСА. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в первую очередь Путин будет обсуждать с губернатором социально-экономическое развитие. По словам Пескова, цитирую, «традиционно на встречах с главами регионов в первую очередь идет речь о вопросах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Вот для чего проводятся эти встречи. Президент постоянно держит руку на пульсе жизни в регионах». Конец цитаты. При этом ни даты, ни времени визита УСА к Владимиру Путину Песков не назвал. Я напомню, по неофициальным данным, Александр УС должен был встретиться с Путиным еще 13 апреля. Однако ни пресс-служба губернатора, ни Кремль эту информацию не подтверждали. Сам же губернатор на Красноярском экономическом форуме новость о встрече тоже не подтвердил, но и не опроверг. Тогда наша редакция направила запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом, встречался ли глава государства с губернатором нашего региона, на что нам ответили, цитата, «Встреча, о которой вы упоминаете, ожидается. О конкретной дате мы своевременно вам сообщим». Конец цитаты. Сегодня в пресс-службе губернатора также сообщили, что о дате ничего не известно. Но ситуация, конечно, довольно странная. Многие анонимные телеграм-каналы писали, что встреча президента и губернатора все же состоялась. Александр УС накануне не подтвердил, но и не опроверг это. А уже сегодня пресс-секретарь президента говорит о встрече в будущем времени, что означает, что аудиенция только предстоит. В итоге все запутались, так была встреча или еще только будет. Политологи отмечают, порой президент проводит встречи, как говорится, не для протокола. И официально о них и об их итогах сообщают позже, или в свое время, или вовсе не сообщают. Возможно, сейчас произошло именно это, и об итогах встречи мы узнаем чуть позже, но либо не узнаем вообще. В России стало меньше бедных, об этом сообщает Росстат. Так, по данным ведомства, в 2020 году количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума составило почти 18 миллионов человек, это 12% населения страны. Если сравнивать цифры с 2019 годом, то количество бедных россиян снизилось на 300 тысяч. Последний раз такой низкий показатель эксперты отмечали в 2014 году. Тогда за чертой бедности находилось почти 11,5% населения. Причем статистики считают, что главная причина снижения уровня бедности – это выплаты в период пандемии, в частности, поддержка семей. А это означает, что вряд ли удастся сохранить такой показатель, ведь подобных выплат больше не предвидится. В Красноярский край поступила крупная партия сахара. 320 тонн сладкого продукта сейчас в распределительном центре торговой сети «Командор». Об этом рассказали сами ритейлеры. Сахар развозят по городским супермаркетам, поэтому в ближайшие дни товар будет на прилавках по фиксированной цене. Этого объема хватит примерно на две недели, говорят представители торговой сети. Но далее ритейлеры ожидают новые поставки, так как намерены заключить прямые договоры с заводами-производителями. Напомню, ранее торговые сети объявили об ограниченной продаже сахара. В одни руки отпускали не более 2-5 килограммов и объясняли это тем, что на складах сахара осталось мало. Сахарные заводы не спешили отгружать продукцию, поскольку ждали, когда правительство начнет платить им субсидии. Вообще проблема с сахаром началась еще в прошлом году. Сначала он подорожал на 65% из-за низкого урожая сахарной свеклы. Затем президент Путин потребовал не повышать на него цены. И бизнесу приходится работать себе в убыток, пока никакой помощи от государства нет. У красноярцев вопрос с сахаром, похоже, решен. Зато в Первомайском люди остались без хлеба. Более того, жители поселка оказались буквально отрезаны от мира. Там дорога после таяния снега превратилась в непролазную кашу. Бессилен здесь даже трактор. Ехали 7 километров от деревни. Все, что творится с дорогой. Пытаются вытащить хлеб, который привозят нам раз в неделю. То есть мы еще и без хлеба останемся. Жительница поселка Наталья отмечает, что этой дорогой дети каждый день на автобусе добираются до школы в соседней деревне. 18 километров продолевают часами. Местным автолюбителям приходится покупать новые запчасти взамен тех, что они оставляют на дороге по пути из поселка и обратно. Но самое страшное, говорит девушка, если в поселке что-то случится, помощи ждать неоткуда. В случае чего к нам никто не приедет. Вот у меня ситуация в том, что у меня, вот я родила в феврале, мне надо ехать, я ждала месяц, чтобы мне дали направление на УЗИ. Я сама села на машину с мужем и поехали на УЗИ, а мы не можем проехать, но мы месяц ждали, чтобы нам дали направление. И мне надо было развернуться, уехать домой и снова ждать еще месяц-два, а у ребенка надо по состоянию здоровья пройти это УЗИ обязательно. Деревня такая забитая, забитая, забытая Богом вообще. И администрация не шевелится совершенно. Наталья отмечает, так у них каждый год в администрации района. Сегодня нам пояснили, что о ситуации знают, но за эту территорию отвечают дорожники. Там отметили, что это не единственный проблемный участок в районе и с оптимизмом добавили, что по крайней мере здесь нет паводка. А жителям поселка остается только ждать, когда наконец администрация или дорожники вернут им связь с миром. Ну и прямо сейчас срочная новость. Появилась информация, что Байден подписал указ о введении санкций против России. Это сообщили в Белом доме. И эти санкции касаются 16 организаций и 16 людей, которые якобы связаны с вмешательствами выборы США. А также пяти россиян и трех компаний по Крыму. Также сообщается, что США выслали 10 российских дипломатов. Об этом также заявили в Белом доме. И вот как пишут, на фоне новых санкций США сложно говорить о перспективах встречи Путина и президента Байдена. Также на фоне введения новых санкций доллар уже подорожал до 77 рублей и 30 копеек, а евро до 92 рублей и 0,7. Американского посла вызвали в МИД России. Там заявили, что ответ на санкции будет неотвратимым. Вашингтон должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений. Это уже вот такой ответ с нашей стороны. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией. Ну а на ТВК продолжается проект «Из нашего окна». В нем мы показываем, как выглядят дворы, парки и дороги под окнами красноярцев. В начале недели мы рассказывали о том, что видим мы из офиса нашей телекомпании. Уже много лет здесь пустырь. Местные жители требуют разбить сквер или парк. Однако пока эта территория больше похожа на большую мусорку. Новости ТВК сегодня поговорили с главой советского района Красноярска Дмитрием Дмитриевым. Чиновник рассказал, что администрация уже начала работу по перепланировке этой территории. Вот это все принадлежит городу. Вот этот объект принадлежит Русской Православной Церкви. Вот это маленький. Но, по-моему, земельный участок там до конца не сформирован. Но это не сильно важно. То есть этот весь участок городской. Сейчас он в оперативном управлении, управлении дорогой благоустройства. Это было сделано для того, чтобы никто сюда никаким образом не влез. Мое мнение, я, наверное, сейчас там, ну, как говорится, будет такая реакция зрителей, что вот он что-то, ничего не понимает. Я против здесь парка. Только парка. Огромная площадь не должна пустовать. Мое мнение здесь должен быть спортивно-парковый комплекс. Эта территория позволит это сделать. Здесь может быть встать бассейн, не меньше, чем 50-метровый, с каким-то спортивным залом. А где-то половину занять как парк для прогулок, для занятий спортом на открытом воздухе. Чтобы можно было поставить тренажеры, воркаут, небольшие детские площадки и так далее. Для того, чтобы сказать, в какую программу он может попасть, нужно сначала поднимать, сколько это будет стоить и что здесь будет. Вот сейчас мы такую работу подготовительную начинаем вести с управлением архитектуры, с департамента градостроительства, чтобы внести изменения в проект планировки. Это как минимум где-то, наверное, полгода. Потом попробовать за счет бюджета спроектировать эти объекты. А вот когда уже будет конкретная стоимость, тогда можно будет идти в программу. Первое – это внесение изменений в проект планировки. Это примерно полгода. Потом, после внесения изменений в проект планировки, если это все нормально пройдет, на проектирование такого объекта от 8 месяцев до года. То есть это если простая математика, если к концу 2021 года внесение изменений, 22-е проектирование, и дальше мы начинаем уже работать по получению денег. То есть реально можем здесь увидеть какое-то движение – это 2023-2024 года. Однако появится ли парк в 2023 году тоже неясно. Если территория не попадет ни в одну программу, или мэрия не найдет инвестора, то земля и дальше будет пустовать. Накануне мы также рассказывали и о дороге перед этим сквером. С приходом весны заплатки размыло, старые ямы снова оголились. Многие водители говорят, участок уже аварийный. Сегодня к месту приехали специалисты СТП. С помощью техники они собрали остатки заплаток и снова засыпали ямы. Ну а в соцсетях мы продолжаем получать фото и видео с видами из ваших окон. Их пришло уже больше сотни. В большинстве кадров мусор, разрушенные детские площадки или грязь. Ну и сегодня сразу несколько человек прислали ролики, на которых видно, что под их балконом появились метровые ямы. Что это, расскажет Дмитрий Ишхузин. В четвертой серии проекта из нашего окна мы приехали на правый берег. Это улица Паровозная, дом номер 7. Отсюда поступило сразу несколько сообщений. Если раньше зрители говорили нам о мусоре, либо об отсутствии детской площадки во дворе, то жители этого дома рассказали, что рано или поздно из своих окон они увидят трагедию. Ведь весь двор здесь усыпан вот такими огромными ямами, которые когда-то, судя по всему, были погребами. Здесь их было около десятка, но все, что от них осталось, это кирпичные такие вот плиты, куски дерева и бетон. Но что самое интересное, здесь это никак не огорожено. Местные жители говорят, что все это здесь валяется уже год. Ну вот и заставили снисти. Вон там павильон, он какой был, заставили убрать. И вот такую штрам оставить. Это вообще не в какие-то. Тут сейчас вот их ездят, смотри, вон, видите, накиданные. Тут и крысы будут, тут и все. В итоге образовавшиеся овраги стали мусоркой не только для тех, кто не может донести пакет до контейнера, но и, судя по всему, для коммунальщиков. Здесь помимо пакетов, упаковок из-под лиц, каких-то бутылок, лежат и вот такие свежеспильные ветви деревьев, которые стоят в нескольких метрах от нас. Дерево с гвоздями, глубокая яма и вот такая железная арматура в бетоне. Все это находится в нескольких метрах от нового детского сада. Как он только открылся, на борт туда идет. И все это великолепие очень плохо сочетается с детским любопытством. Детвора нет, нет, шарится как бы это. Всякое может быть, что я говорю, и как-то это все снесли, и никаких действий не делают. Я думаю, может они потом приедут, уберут. Как все валяется, так и валяется. Телезрители пригласили нас во двор дома номер 27 на улице Малиновска. Прямо сейчас стою под окнами, из которых открывается вид на вполне нормальные спортивные детские площадки. Не самые современные, но зато здесь чисто и убрано. Однако оказалось, что из этих же окон открывается вид и на то, что находится за этими гаражами, которые находятся за моей спиной. И сразу, как говорят, попадаем с корабля на бал. Огромные кучи мусора, пакеты с листьями, которые точно лежат еще здесь осени. И прямо как на улице Паровозная, десятки погребов, которыми точно еще пользуются люди, на некоторых точно еще висят замки. Но если вот такие экземпляры, рядом с ним уже проваливается земля. Здесь находится какая-то хлипкая крышка, а под ней яма шириной полтора метра и глубиной метров семь. К слову, если сравнивать опять же с улицей Паровозной, где мы только что были, то там, в отличие от этого места, все погреба вскрыли и было видно, где они заканчиваются. Здесь же вот из-за таких вот рытвин и провалов могут поплыть соседние. И человек может оказаться не только в яме, но и под завалами. Все два года мы пытаемся связаться с городом, чтобы сделали обрезку и прибрали этот мусор. Мы и по картам, и по всем этим сверялись. Территория эта муниципальна. Она не принадлежит вот этим трем домам. Местные жители говорят, что они уже не раз обращались в местную администрацию, в службу 205, чтобы никто не провалился в подобную яму. Однако, судя по всему, их так никто и не услышал. Сейчас мы прервемся на короткий анонс и рекламу. Телефон редакции 200-00-65. Оставайтесь с нами. Диалога с новым поколением так и не получается. В Москве задержали четырех журналистов студенческого журнала «Докса». Их обвиняют во влечении несовершеннолетних в протесты. И еще один день экономического форума. Какие соглашения подписали сегодня и как они скажутся на нашей с вами жизни? Мы продолжаем выпуск. Я напомню, что наш телефон 200-00-65. В Москве после обысков задержаны четверо журналистов студенческого журнала «Докса». Всем им предъявили обвинение по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Им может грозить до трех лет тюрьмы. Накануне утром силовики нагрянули с обысками в редакцию журнала, а также в квартиры к четверым редакторам издания – Владимиру Метелкину, Али Гутниковой, Армену Арамяну и Наталье Тышкевич. Сначала их доставили в Следственный комитет, а потом сразу в суд. Там их уже ждали сотни активистов, которые выстроились в цепь, чтобы поддержать задержанных. Мы тоже Докса! 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 Поводом для уголовного преследования стала видеозапись журнала «Докса». 23 января в день акции в поддержку арестованного Алексея Навального редакция Докса опубликовала видеообращение. В коротком ролике под названием «Им не победить молодость» сотрудники журнала рассказывали о давлении на студентов перед акцией и призывали их не бояться. От администрации требовали перестать запугивать учащихся. В январе же ролик по требованию Роскомнадзора удалили. Спустя несколько месяцев началось уголовное преследование журналистов. Вчера в Басманном суде столицы состояло заседание. В итоге журналистам запретили выходить из дома, использовать любые средства связи, интернет, также общаться с кем-либо, кроме адвоката. Фактически, говорят адвокаты, это домашний арест. Правозащитники уверены, в ролике нет призывов к участию в митингах. Гутникова говорит на видео о том, что молодые люди могут стать волонтерами в студенческих организациях или открыть студенческие медиа, чтобы отстаивать свои права. Сами журналисты также свою вину не признают. В поддержку задержанных уже выступили известные политические и экономические деятели, а также журналисты, в том числе и редакция «Дождя». А сегодня аресты журналистов прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, а журнал «Докса» только зарождался как студенческий, но давно носит общественно-политический характер. Встреча с сыновей известных политиков в аэропорту Внуково переросла в драку. Потасовку устроили Олег Эндельштейн, внебрачный сын Владимира Жириновского, и Зелимхан Бетаров, сын бывшего главы Северной Осетии. Причина конфликта до конца неясна, но, как пишут очевидцы, потасовки, видимо, хотели обсудить отставку Бетарова-старшего. Но разговор быстро стал не парламентским, а дебаты не политическими. В частности, по одной из версий, Бетаров набросился на Эндельштейна после фразы последнего о том, что их время закончилось, сказанной в грубой форме. Скорее всего, она касалась Вячеслава Бетарова, отца зачинщика драки, которого отправили в отставку с поста главы республики. Эндельштейн также связан с Осетией, он участвовал в последних выборах в парламент республики. Правда, полицейским Эндельштейн сказал, что просто подошел к Зелимхану и мягко поинтересовался судьбой отца, спросил, чем он будет заниматься дальше. Бетаров нанес Эндельштейну не менее четырех ударов в голову. Пострадавший написал заявление в полицию, а официальных комментариев по поводу конфликта нет. К слову, разнимать драку сыновей двух политиков пришлось не менее высокопоставленным чиновникам, сенаторам Совета Федерации от Северной Осетии. Ну и еще новость, которую обсуждают в сети. Мэр города Коряжма с подчиненными станцевал под песню «Я, ракета». Таким необычным образом Андрей Ткач хотел поздравить всех с Днем космонавтики. Давайте посмотрим. Поздравляю всех с Днем космонавтики. Поехали! Я, ракета. Я, я, ракета. Полетела в космос. Полетела в космос. Раз, стыковка. Два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. После того, как ролик опубликовали, он разлетелся по всему интернету и вызвал бурную реакцию среди пользователей. Причем большинство не оценили такой подход в комментариях под видео. Люди возмущались. Ну якобы в городе все сделали, можно и потанцевать. Впрочем, организаторы челленджа решили не обращать внимания на негатив и удалили все недовольные комментарии. Выход экономики из пандемийного кризиса обсудили накануне краевые парламентарии на площадках Красноярского экономического форума. Главный вопрос повестки – это стимулирование инвестиций. Как считают депутаты, крупные бизнес-гиганты должны вкладывать прибыль в инвестиционные проекты, в том числе и на территории Красноярского края. На каких еще площадках побывали парламентарии, в каких дискуссиях поучаствовали, расскажем в сюжете далее. Дмитрий Викторович, ну, по-первых, с тобой рождение. Спасибо. Как получилось. Несмотря на свой личный праздник, день рождения – спикер краевого парламента с самого утра на площадках Красноярского экономического форума. В этом году КЭФ после года перерыва из-за пандемии вернул свой привычный формат. Поэтому в планах у Дмитрия Свиридова посетить как можно больше площадок и дискуссионных залов. Тем более тема в этом году как никогда актуальна – выход экономики из пандемии. Как будем жить и развиваться дальше – эти вопросы эксперты, в том числе и федеральные, обсудили на пленарном заседании. Как отметил спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, главное сейчас – стимулирование инвестиций. А крупные грантовые предприятия должны помочь улучшить экономический микроклимат на предприятиях малого и среднего бизнеса. Экономика нашего края гарантирована и стабилизируется успехами наших крупных, грантовых наших предприятий. Но при этом мы прекрасно понимаем, что это не есть вся экономика. Конечно, мы понимаем о том, что они должны стать локомотивом и дать возможность и подтянуть тем самым, собственно, те отрасли и предприятия, особенно малого и среднего бизнеса, которые наибольшим образом пострадали от пандемии, от этого непростого периода. 2020 год был действительно непростой, отмечают участники КЭФ. Однако, по мнению депутата законодательного собрания Владимира Демидова, это кризисное время показало – российские предприятия смогли сохранить производственную и инвестиционную деятельность в период пандемии, в том числе за счет взаимосвязи государства, бизнеса и общества. Крупные компании старались, не то что старались, не сокращали, во-первых, людей, потому что так или иначе все планы, которые они ставили перед собой, они выполнили в 2020 году. Но для того, чтобы выполнить и планы производственные, инвестиционные, конечно, надо было сохранить коллектив. И поэтому часть людей, тех, кого можно, уводили на удаленку. Не оставили без внимания парламентарии и экологические дискуссии, и круглые столы. Состояние окружающей среды, особенно в постпандемическом мире, этому посвящена еще одна важная часть экономического форума. Интересно послушать новые технологии, какие будут новые мероприятия и в Красноярском крае. Особенно важен для меня, как представитель комитета по природным ресурсам, важен вопрос по обращению с отходами, потому что меняется федеральное законодательство. Поэтому КЭФ – это как раз та площадка, где мы узнаем новое, делимся своими достижениями. В этом году КЭФ вместо привычных трех дней продлится почти неделю до 16 апреля. А значит, впереди еще десятки дискуссий и круглых столов, а также подписание нескольких сотен соглашений о сотрудничестве, которые, по мнению экспертов, должны улучшить жизнь красноярцев. Виктория Столярова, Владимир Владимирович, Новости ТВК. Превратить Красноярск в город чистого неба – реально. В этом уверены участники экспертной дискуссии, которая прошла сегодня в рамках экономического форума. Представители Минприроды и экологических организаций, промышленники, общественники и депутаты обсудили принципы разработки новой комплексной системы мониторинга качества окружающей среды. Это федеральный проект, охватывающий всю Россию. На встрече представили и пилот-системы, которые развивают в нашем городе. Депутат Сергей Шахматов отмечает, на таком высоком уровне этот вопрос обсуждали впервые. И особенно приятно, что площадкой для дискуссии стал именно Красноярск. Сегодня наш пример на уровне города Красноярска приводится в пример всей стране, для того, чтобы в дальнейшем развивать комплексную, эшелонированную систему мониторинга качества окружающей среды фактически во всех городах промышленных центров. Это очень важно, признание Красноярска как бы лидера в этой части. Но впереди очень много методологической работы, связанной с постановкой задач и вообще налаживанием этой всей системы. Напомню, в начале апреля общественники договорились с государственными и территориальными сетями наблюдения о создании единой площадки мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске на базе научного центра Сибирского отделения Академии наук. На сайте в режиме онлайн будут собирать данные о загрязнении воздуха с четырех площадок. А это 98 точек измерения по всему городу. Общественники уверены, сбор экологических данных в новом формате позволят не просто информировать жителей о фактическом уровне загрязнения, но эксперты смогут и точнее выявлять загрязнителей и прогнозировать уровень вредных выбросов. На Красноярском экономическом форуме эксперты обсудили и перспективы возобновляемой энергетики в Сибири. Особое внимание уделили проблемам энергоснабжения изолированных поселений. Заместитель генерального директора Россети Сибирь Дмитрий Моченов рассказал, что компания планирует оборудовать их автономными гибридными электроустановками, так как энергия солнца – это спасение для жителей территории, где нет централизованного электроснабжения. В 2017 году пилотный проект запустили в Забайкальском крае. Это позволило снизить нагрузку на краевой бюджет на 40%. А местные жители стали получать электричество 24 часа в сутки вместо 12. Теперь на очереди Красноярский край и Бурятия. Дмитрий Моченов также рассказал о других планах энергокомпании. У нас несколько экологических проектов сейчас в разработке. Во-первых, те автономные гибридные электроустановки, о которых мы сегодня говорили полтора часа. Во-вторых, мы рассматриваем такие проблемы, как перевод частных секторов больших городов с печного отопления на электроотопление, что позволит очень серьезно, практически процентов на 10, сократить выбросы, которые на сегодняшний день есть в городах. Ну и третий вопрос – это, конечно, электрозаправочные станции. Это сокращение выбросов в парниковых газах от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Сократить количество выбросов в атмосферу можно и с помощью других источников зеленой энергии, в том числе гидроэнергетики и использования газовых ресурсов. Как данные направления реализуют в Красноярском крае Сибири, расскажем в следующем сюжете. Недостаточно декларировать себя зеленым, недостаточно просто показать, что у тебя есть система мониторинга, которая подтверждает твою зеленость. Да еще убедиться, что весь мир покупает эту зеленость. Руководитель компании «Н-Плюс» Михаил Хардиков говорит о проблемах производства и потребления зеленой энергии на Красноярском экономическом форуме. Возобновляемые источники позволяют обеспечить потребителей энергии с минимальным углеродным следом. Это в первую очередь касается тепловой энергетики. В Сибири без нее никуда, ведь в населенных пунктах холодно и дома нужно отапливать. Самое правильное направление в этом случае – газификация. Однако Красноярский край в программу централизованной газификации не вошел. Мы понимаем, что ближайший год-два этой магистральной газификации ждать не стоит. Поэтому мы говорили в том числе и про проекты СПГ привоза сжиженного природного газа в Красноярск. И в том числе компания «Н-Плюс» сегодня на круглом столе заявила о том, что они реализуют такой локальный проект в Красноярске. Они выбирают вместе с местными властями участок в частном секторе, на котором они будут реализовывать проекты как раз обеспечения тепла за счет сжиженного природного газа. Самым чистым и безопасным источником энергии, по мнению специалистов, является энергия ГЭС. Несмотря на то, что на территории Сибирского федерального округа находятся крупные электростанции, в том числе в Красноярском крае Иркутской области, водные ресурсы для производства энергии используют не полностью. Если мы говорим про Сибирь, про российскую энергетику, то в Сибири гидропотенциал существенно недоосвоен. Гидроэлектростанции отличаются тем, что они маневренные, они не зависят от изменения погоды, от изменения солнца, от ветра и дают возможность получать чистую энергию гарантированно в больших объемах. Направление компании «Н-Плюс» в реализации комплекса по сокращению выбросов в 12 городах России задал еще промышленник Олег Дерипаско. Модернизация оборудования на Красноярской, Братской и Устилимской ГЭС позволила сократить выбросы парниковых эффектов в 2020 году практически на 2000 тонн эквивалента углекислого газа. Руководитель «Н-Плюс» также отметил, что сейчас важно развивать и другие направления энергетики, в том числе солнечную и ветрогенерацию, чтобы найти оптимальное решение по электроснабжению потребителей в каждом регионе. Во время первой и второй волны пандемии государство пыталось помогать предпринимателям и людям, которые попали в сложную ситуацию и остались без работы, например. Час программ уже меньше, но у многих людей кредиты. Как в этом случае могут помочь банки, расскажет финансовый эксперт и управляющий Банком открытия в Красноярском крае Наталья Потапова. В 2020 году правительством были приняты ряд мер для поддержания как населения, так и малого и среднего бизнеса. Также были меры по поддержке строительной отрасли. В общем, много было таких направлений. Я сегодня остановлюсь на мерах поддержки среднего и малого бизнеса и, соответственно, физических лиц. Все эти послабления действовали в 2020 год, и они были утверждены до 1 апреля 2021 года. С 1 апреля данные санкции практически перестали, данные послабления перестали действовать. Какие были это основные послабления, назову их несколько. Для частных лиц это было невзимание штрафа в пении неустойек и невозможность банку выселить из квартиры. Вот основные. Для юридических лиц малого бизнеса точно так же. Были различные реструктуризации, были также указания не взимать штрафы пении неустойки и были там несколько возможностей брать кредиты. Первая волна была по 2% на выплату заработной платы при сохранении 95% штатного расписания. Вторая волна была – это невозвратные кредиты, которые буквально у нас, это случилось на прошлой неделе, и веб погасил все кредиты, которые мы выдали по второй волне. Так что все наши предприниматели, которые попали в эти отрасли, которые получили у нас эти кредиты, эти суммы сейчас, наверное, с большим удовольствием отнесут себе на прибыль, ну и правильно ими распорядятся. С 1 апреля, не скрою, для всех банков, Центральный банк выпустил такое рекомендательное письмо. Продолжить оказывать различные меры поддержки таким заемщикам, которые попали в тяжелую ситуацию. Несколько критериев там указали в виде рекомендаций для банков. Это если член семьи заболел ковидом, ну и вот какие-то такие выводы. Но хочу сказать, что это письмо носит чисто рекомендательный характер. И это не обязательное к исполнению для банков. Поэтому, конечно, у банков и в ковидный период, и не в ковидный период всегда действует ряд программ по каким-то реструктуризациям, по переносу срока платежей для клиентов, которые попали в различного рода тяжелые ситуации. Поэтому мой совет всем клиентам, если вы понимаете, что вы взяли кредит, и у вас какой-то форс-мажор, и вы не можете обеспечивать дальше погашение кредита в тех объемах, какие у вас были заложены по договоренности с банком, в кредитный договор я имею в виду, то, конечно, лучше обращаться в банк. Приходите к нам. Каждую ситуацию мы будем рассматривать. Я думаю, не только наш банк, а все банки. Мы не заинтересованы, чтобы наши клиенты прекращали вот таким образом с нами отношения, и нам приходилось потом реализовывать залоги и прочие вещи, и идти на какие-то такие негативные моменты, как то бишь выселение из квартиры, а если еще не дай бог, там дети. И, конечно, мы этого тоже не хотим. И, соответственно, мы делаем все возможное для того, чтобы помочь нашему заемщику войти в график, либо растянуть, либо реструктуризировать, либо перенести какой-то там определенный платеж. Также есть такой продукт, как рефинансирование. Мы готовы рефинансировать кредиты и, соответственно, еще растягивать их длину, ну и, соответственно, сокращать срок ежемесячного платежа и, как следствие, нагрузку на бюджет, какой уж он там есть у нашего заемщика. Приходите заблаговременно. Потому что иногда приходят, когда уже там полгода на просрочке, и, к сожалению, никакую реструктуризацию мы уже предоставить по нормативам Центрального банка, мы не можем просто, и начинается уже совсем применяться другая стратегия и другие инструменты работать. И желательно это делать заблаговременно, чтобы мы могли помочь и каким-то образом найти выход из создавшейся ситуации. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-0065. Мы продолжаем. И следующая информация особенно заинтересует дачников и любителей загородного отдыха. Сегодня в выставочном центре Сибири открыли выставку «Сибирская дача». Здесь садоводы и огородники найдут все, чтобы осенью собрать богатый урожай на зависть соседям. Садово-огородный инвентарь, инструменты, удобрения и, конечно, сотни разновидностей рассады и саженцев. Участники выставки отмечают, сейчас в Сибири выращивают даже абрикосы, груши и финики. Главное не забывать, что растения любят уход. Всем покупателям опытные аграрии рассказывают, как ухаживать за конкретным саженцем и рекомендуют подходящее удобрение. Каждый час проходят обучающие лекции. Дачница Алла признается, на выставку приехала за компанию и не пожалела. «Я нынче первый год. Девочки уже каждый год ездят. Да, конечно, что-нибудь приобрести. Цветов сколько красивых много?» «Вот здесь у нас гортензия, клематис». «Очень красиво цветут. Очень». «Видуни вегетативные. Алисум». Купить на выставке можно не только цветы, южную шелковицу или заморскую сакуру. Здесь и десятки видов картофеля и минусинские помидоры. Аграрии обещают, одна помидорка с такого куста может весить до полукилограмма. После хорошей работы на огороде нужен отдых. В отдельном павильоне можно приобрести мангал, баню, купель, украшения для сада, да и сам дачный дом. Среди всех гостей выставки 17 и 18 апреля организаторы разыграют призы и обещают подарков будет много. Это теплицы, беседка, купель, садовый инвентарь и многое другое. Выставка будет работать до воскресенья. Роспотребнадзор ужесточил правила для тех, кто возвращается из-за границы, в то время как цены на отдых в Сочи выросли сразу на 50%. Подробности в рубрике «Новости коротко». Россияне, вернувшиеся из-за границы любым транспортом, теперь должны сдавать тест на коронавирус. Такое решение принял Роспотребнадзор. Раньше это правило касалось только прилетающих из других стран на самолете. Теперь же это обязаны делать все. ПЦР-тест необходимо сдать в течение трех дней после возвращения и загрузить результаты на портал госуслуги. А до получения результата теста россияне должны соблюдать режим самоизоляции. После ограничения авиасообщений с Турцией цены на отдых в Сочи выросли на 50%. Об этом рассказала президент ассоциации отельера в Сочи Анна Нитягина. По ее словам, некоторые отели подняли цену на 20%, некоторые на 100%, но в основном стоимость возросла на 50%. Нитягина также добавила, что в качестве альтернативы отелям туристы могут снять квартиры в Сочи. Однако поднялись ли цены на них, неизвестно. Специалисты считают, что после возобновления полетов в Турцию цены в Сочи снова начнут снижаться. Однако это распространится только на те номера отелей, которые на тот момент будут свободны. В России могут вырасти цены на конфеты и вафли. Об этом заявили сразу несколько кондитерских фабрик. Среди них компании «Акульчев», «Эссен Продакшн» и кондитерская фабрика «Победа». Генеральный директор группы «Акульчев» Сергей объяснил, что за последние полгода стоимость муки, масла, яиц и джемов в среднем выросла на 50%, а сахара на 120%. В связи с этим кондитеры намерены повысить цены на 10% в зависимости от продукции. При этом, как уверяют производители, стоимость сладостей будет увеличиваться в течение года, но постепенно, чтобы не травмировать покупателя. Ну а сейчас наша традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». Сегодня поговорим о смене ТСЖ и о работе дворников. Многоквартирный дом поменял ТСЖ. Новое товарищество должно заключать какой-то договор с жильцами? Когда вы меняли ТСЖ, соответственно, вы проводили собрание и новое ТСЖ у вас появилось. Договор уже считается заключенным, если вы новое товарищество создали. Отдельно с каждым собственником ТСЖ не обязана заключать никакой дополнительный договор. Существует ли документ, в котором регламентируется работа дворников? У нас в Российской Федерации очень много профессий различных. Каким-то отдельным нормативным актом либо правительственного уровня, либо местного законодательного уровня, не определены обязанности дворника. Но у каждого дворника, как и у каждой уборщицы помещений, как у каждого секретаря, у руководителя, есть в своей организации должностные инструкции. То есть, должностные инструкции у дворника, там все прописано в этих инструкциях. Плюс, когда вы посмотрите свой договор управления, там есть перечень услуг, предоставляемых по содержанию, там четко описано, там косить траву, подметать газоны, убирать урны, стоящие рядом с вашим многоквартирным домом. Соответственно, вот эти два документа и определяют те обязанности, которые должен исполнять дворник. Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы вы можете задавать по телефону 200-00-65. Также пишите в Вайбер или в WhatsApp по номеру 8-923-1-65-45-00. Ну или в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Таким этот день увидела наша редакция. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Ну и подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы есть везде.